11.05. Точное столичное. Доброе утро тем, кто решил провести утро среды в спортивном режиме. Как обычно, говорим о том, что связано со спортивными событиями, говорим о победах наших спортсменов. И сегодня тот счастливый случай, когда нам есть действительно повод порадоваться и похвалить друг друга, и похвалить в первую очередь пилотов. Сегодня мы поговорим о формуле 1 и о так называемом российском нашествии на чемпионские королевские автогонки. Как известно, Даниил Квят в следующем году, 19-летний пилот из Уфы, будет представлять в том числе и Россию. Выступает он за команду Тора Росса. Мы ждем и этап Гран-при в нашей стране. И, собственно, так или иначе, российское представительство в королевских автогонках увеличивается. И теперь мы можем сказать, что это и наш вид спорта. Сегодня о том, чего нам ожидать от будущего сезона «Формулы» поговорим с Евгением Кустовым. Это редактор отдела «Автомота» портала «Чемпионат.ком». Человек, который наверняка об автогонках знает все и наверняка знает, что там за кулисами этих прекрасных, на мой взгляд, трех часов перед телевизором, проводящим тоже в курсе. Да, Жень? Да. Здравствуйте. Доброе утро. Я думаю, что, конечно, эта тема заслуживает отдельного внимания. Наши формули. Мы с удовольствием следили за Петровым, но вот только за Виталием. Но вот только не совсем удачно завершилось его выступление в королевских автогонках. Есть, конечно, шансы, что Виталий вернется в Заобер в этом сезоне. Но давайте обо всем по порядку. Давайте про Даниила Квята. Человек, который будет представлять на достаточно серьезном уровне в хорошей команде Россию в том числе. Для нас это большой прорыв, как мне кажется. Да, и надо сказать, что приход Квята достаточно неожиданным получился. Ну, все считали, что Даниил одна из наших главных надежд. И у него большие перспективы. И он в молодежной программе «Рэдбул». А это чуть ли не единственный способ сейчас попасть в «Формулу-1» без денег. То есть без необходимости искать спонсоров, партнеров, вечно со всеми встречаться, искать возможности прорваться. Но все-таки все думали, что в следующем году Даниилу еще рано. Потому что в молодежной программе «Рэдбул» были и другие гонщики. И в первую очередь португалец Антонио Феликс Дакошта. И считалось, что именно он первый претендент. Потому что он чуть-чуть постарше. И он прошлый сезон хорошо провел. И если там в процентах такое соотношение делать, считалось, что у Дакошты, ну, условно говоря, 80%, что его возьмут на освободившееся место второго роста. Но оставшиеся 20% были у Квята и Карлса Сайнса-младшего, сына чемпиона мира по ралли. Но этот год Дакошты провел так неровно. Были всплески, но были провалы. Оказались не очень им довольны в «Рэдбул». Квят, напротив, вторую половину нынешнего сезона в молодежной серии GP3 провел просто блестяще. Собственно, последние выходные уже после того, как стало известно, что будет пилотом Торо-Роса, он-то подтвердил выиграв чемпионат GP3. И поэтому в команде решили взять именно Квят. Ну, собственно, Жень, вы сказали главную мысль и подтвердили опасения того же Дженсона Баттлана, который сказал, что 19 лет — это очень мало. И гоняться молодому парню еще просто даже не настолько физически крепкому со взрослыми дядьками — цитата. Это очень сложно. Риск, безусловно, есть. И, наверное, если вы, условно говоря, нам гарантировали, знаете, в 2015-м Даниила точно возьмем, то, может быть, все сказали, ну, хорошо, давайте еще один сезон он проведет в следующей серии GP2 или в мировой серии Renault, а потом уже окажется в «Формуле-1». Но в «Формуле-1» не так. Или ты сейчас говоришь, да, я готов, и идешь в «Формуле-1», или второго шанса просто может не быть. А, в принципе, были гонщики, которые дебютируют 19 лет, ну, естественно, начали там сразу исторические параллели проводить, как только стало известно, что именно Квят попадет в «Формулу-1». Были и неудачные примеры, но, в принципе, примерно в то же время дебютировали, например, Себастьян Феттель, только что ставший четырехкратным чемпионом мира, и Фернандо Алонсо. Но тот же Феттель как раз выпускник вот этой школы «Рэдбула» по программе подготовки молодых пилотов. Он этот путь уже прошел, он проделал, он знает, как это. Да, да, ну, может быть, он как раз перешел из чуть более мощной серии «Формулы-1», чем сейчас Квят переходит. Но, опять же, есть еще один пример хрестоматийный, это Кимми Райканен, который перешел из серии, которая даже была, я думаю, по мощности моторов, по скорости машины слабее, чем серия GP3, где выступал Квят. Что не помешало Кимми Райканену, в общем-то, с первых гонок неплохо себя проявить, да настолько, что через год он в топ-команду в Макларен попал. Ну, Кимми Райканен — это отдельная тема, как мне кажется, есть достаточное количество поклонников Феттеля, но еще больше, по крайней мере, среди моих болельщиков и болельщиц, вот почему-то Райканен любит отдельное. Это вот совершенно отдельный персонаж, он за свою честность, за свою бескомпромиссность, за свое обаяние, он зрителями и болельщиками, мне кажется, даже любим больше, чем Феттель. Да, безусловно, с этим очень трудно спорить, и, ну, такой парадокс, Феттель уже стал у нас четырехкратным чемпионом мира, а болельщиков, ну, все-таки и Red Bull очень молодая команда, у нее нет большой истории, и болельщиков, которые, не знаю, там, мой папа болел за Red Bull, я болею тоже за Red Bull, тут такого быть не может. И Феттель, он немножко всех не устраивает, всем кажется, что выигрывает не пилота машина, потому что там гениальный конструктор Эдриан Ньюи, и всем кажется, что машина первична, пилот вторичен, хотя своего напарника Марка Вебера он громит, тут вопросов нет. Райканина любит существенно больше за его имидж. Ну, смотрите, Вебер, Феттель первый, Лансу второй, Райканин третий, Хэмилдон четвертый, Вебер пятый только получается, значит, все-таки мастерство пилота. Да, и плюс фантастическое невезение Вебера в этом сезоне, ну, там даже по интернету картинки такие гуляют, там каждая гонка, и написано, что в этой гонке у Вебера было не так. Там отказалась система рекуперации энергии, которая позволяет там быстрее разгонять машину, плохой старт, столкновение с круговым, ошибка команды на пидстопе, все что угодно, то есть вот все против Вебера, но и все-таки, ну, всегда показатель скорости, в том числе квалификация. И там обычно 2-3 десятые секунды в пользу Феттеля. Ну, вроде кажется, что тут какое-то мгновение, на самом деле для Формулы-1 достаточно много. Ну, это прорыва, на самом деле. Жень, давайте с вами вернемся все-таки к Даниилу Квяту, потому как его имя появилось уже, что называется, во вторую очередь. Сначала летом заговорили про Сергея Сироткина. Многие, конечно, похихиковали там где-то в тряпочку и говорили, что вот, что это за команда Заубер, и что ему там бедному делать, и заговорили, что все-таки Сироткин будет. Никто не знал, откуда он всплыл, никто, в общем, из непрофессионала в этой имени не слышал. И потом пришла информация, что Сироткин все-таки там не будет призовым пилотом, что Заубер, увы, с ним не заключает этот контракт в связи как раз вот с вышеупомянутым отсутствием спонсорских денег. Ситуация непонятная, и пока все-таки утверждать, что точно Сироткина не будет, и что точно там финансовые проблемы, ну, наверное, рановато, потому что никакого официоза нет, зато очень много слухов входит. Официально все пока в порядке, и даже в прошедший уикенд глава Заубера, Маниша Кальтенборн, сказала, что нет, у нас с Сергеем все идет по плану, у них прошли первые тесты на старой машине, ну, то есть стремятся, чтобы Сергей получил суперлицензию. Нельзя просто, чтобы человек с улицы пришел без каких-то достижений и получил суперлицензию. Надо подтвердить свой уровень, хорошо проехав на тестах и так далее. Там 300 километров, если я не ошибаюсь, едет на болиде позапрошлогоднего года. Вот как раз в чем проблема, что позапрошлогодний болид он суперлицензии не дает, ты должен проехать на актуальной машине. Сейчас просто вот те тесты, которые у Сироткина уже были, они просто, ну, переход с его уровня, с уровня мировой серии Реноном, болид Формулы-1, достаточно существенная разница мощности, всех всегда поражает работа тормозов, говорят, что машина мгновенно останавливается. Сейчас, то есть он прикатывается, чтобы на первых зимних тестах, ну, тьфу-тьфу, если все будет хорошо, он таки будет. Он в первый же день проехал эти 300 километров, официально получил суперлицензию и проблем не было. Ну, мне кажется, суперлицензии-то особых сложностей нет. Там как раз вот дела финансовые, они не до конца понятны, потому что сначала были какие-то инвестиционные фонды, потом, как стало известно, они, ну, помощники, но деньги вроде должны идти не от них, от кого-то другого. Все время ходят слухи, их заобер даже один раз опровергал, говорил, что нет, все в порядке, деньги из России приходят. Совсем недавно вот швейцарская газета Блик написала, что нет, опять все не в порядке. Да, кстати, вот на швейцарцев я опираюсь, когда говорил. Да, ну, там это, скажем так, неофициальная информация, но, с другой стороны, человек, который это пишет, он ездит на каждый этап, он вхож в команду, и, конечно, какие-то слухи не на пустом месте у него рождаются. Но и он не всегда прав оказывается. Там он некоторое время назад утверждал, что нынешний пилот заобера Ника Хюлькенберг точно покинет команду. Сейчас уже, может быть, не покинет. Ну, формула-1 так. Сегодня себе кажется вот так, а на завтра окажется совсем по-другому. Но там же нужно еще понять, кто в какую команду уходит, в связи с тем, освобождается ли место или нет. И поэтому на чем место приходит тот же самый Сироткин? Да, потому что сейчас есть два гонщика, Хюлькенберг и Гутиерс. С Хюлькенбергом очень непонятно. Он хочет в топ-команду, он отличный гонщик. Но он же с Лотусом, по-моему, вел переговоры. Да, и там опять все упирается в деньги. Если у Лотуса появляется новый сильный партнер, они могут себе позволить взять Хюлькенберга, платить ему зарплату. Если же этот новый партнер не появляется, они берут, скорее всего, пастора Мальдонада, который с собой приносит где-то 40 миллионов венесуэльских нефтяных денег. Какая хорошая сумма. Давайте о судьбе российских пилотов Формули-1 и не только поговорим. Буквально через две минуты не отключайтесь. Новость. Возвращаемся в студию. Сегодня говорим о российском десанте Формули-1. Сегодня в гостях эксперт Евгений Кустов, автомото-раздел портала Чемпионат.ком. Жень, еще раз вас приветствую. Мы с вами заговорили про судьбу в том числе и Данила Квята и Сергея Сироткина и поговорили о том, что все-таки Сергей был первым, про кого мы стали в этом сезоне упоминать, как о возможном пилоте команды Зауберн в следующем сезоне, в 2014 году. Вот для меня, как человека, который не настолько глубоко в теме, если фамилия Квята достаточно известна, еще по картингу, что называется, то Сироткин для меня возник из ниоткуда. Это что за темная лошадка? Почему именно он? Почему Зауберн вдруг обратился к нему? Ведь на самом деле есть достаточно много хороших ребят, достаточно много талантов, и можно было бы позвать кого-то любого. Взяли именно Сергея. Ну, наверное, нельзя все-таки сказать, что Сироткин абсолютно из ниоткуда. Да, у него очень резкий такой карьерный путь получился. Еще, может быть, год-полтора назад особо о нем никто не слышал. Но если взять нынешний сезон мировой серии «Рено», а он выступал там, так же, как Михаил Алешин, Даниил Маве, Николай Марценко, то именно Сироткин из них всех показал самые высокие результаты. Но, правда, не настолько высокие, как самому Сергею хотелось бы, потому что он нацеливался регулярно, ну, не знаю, на финиш пятерки, на подиумы. И сам сказал, что сезон получился на такой противоречивой, чуть ли не самой неудачном его карьере. В итоге он занял, по-моему, то ли восьмое, то ли девятое место в общем зачете. Но, тем не менее, из наших он там был лучшим. Хотя и самый молодой. И как раз все и говорят, что, может быть, главный его минус – это возраст. Ему только-только исполнилось 18 лет, по-моему, в августе. Он только после этого получил возможность права получить обычные автомобильные. Но это не такая редкая, кстати, история для автоспорта, когда обычных автомобильных прав человека некто, при этом он управляет 500 сильными машинами, грубо говоря, на трассе. Теперь по новым правилам можно ему уже права на скутер получить категории «М» в нынешнем сезоне в России. Не, по-моему, он уже вот сейчас, вот ему 18 исполнилось, все, он теперь права получил, насколько я слышал. Ну, может быть, да-да, по-моему, получил. Он даже там рассказывал. Сдавал интересные экзамены в автошколе и в ГИБДД? Ох, не знаю, не знаю. Мне кажется, можно какие-то послабления дать гонщику, который, ну, если человек на скорости 300 нормально едет, так что нельзя сказать, что он совсем ниоткуда. Но вот возраст, если к Виату в 19 лет даже, многие говорят, что, ну, вот рановато, да, вот тот же Дженсен Баттон говорит. И до этого спрашивали у гонщиков «Формулы-1» про Сироткина, в частности, там, Льюис Хэмилтон говорил. И Льюис ответил в том плане, что, знаете, я там в 17-18 лет был очень хорош, но для «Формулы-1» не готов. А средний возраст, вот, в котором пилот может почувствовать себя достаточно комфортно, когда есть уже опыт и когда есть силы физическая, моральная и, в общем, психологическая какая-то устойчивость. Вот есть какая-то такая цифра? Именно подходящая, скажем так, для дебюта «Формулы». Да, сколько это? Ну, сейчас «Формула» молодеет, если, мне кажется, условно говоря, в 90-е годы 24-25 лет люди приходили. Сейчас, ну, даже вот Петров пришел в 26 лет, это относительно поздновато, но он просто поздновато саму карьеру начал. Сейчас, наверное, грубо говоря, 21-22 года. То есть, на самом деле, если тот же «Квята» не добирает, то всего год-два. Ну, о том и речь, что еще бы один сезон, и вот тогда бы и не говорили нынешние гонщики, что он так рано пришел. Но Баттон почему-то так говорит, потому что он сам пришел очень рано, по-моему, там, в 20 лет. И он как раз... Себе знает, что это тяжело. И он же, как и аргументирует, что, знаете, я из этого чуть себе карьеру не угробил. Потому что в первый год у меня была неплохая машина, ну, все так хорошо шло, там, лучший новичок сезона, пресса в восторге. Следующий год он переходит в Бенетон. Машина ужаснейшая. А он молодой гонщик, он не понимает, какой нормально настроить и так далее. Чуть у него карьера и не закончилась на этом. Не ушла в пидстоп. Да, потому что он очень плохо второй год провел. Он не то чтобы против «Квята». Он говорит, что они могут быть не готовы к таким проблемам, если что-то пойдет не так. И вот тут, может, отсутствия опыта как раз не хватать. А в связи с тем, что и журналисты, и какие-то там инсайдерские слухи появляются о том, что Заубер и Сироткин не будут в следующем сезоне вместе, есть слухи о том, что туда приходит Виталий Петров, и что якобы кто-то из больших и нефтяных наших гигантов дает ему денег или газовых, я уж сейчас не могу сказать такой информации точно, и что вроде бы как возвращение Виталия Петрова намечено на 2014-й. Ну, хотелось бы в это верить, но насколько я знаю, я знаю не точно. Я могу тоже по каким-то косвенным данным ориентироваться. Все-таки у Виталия по-прежнему проблемы со спонсорами остаются. Без спонсоров сейчас в команду «Середняк» практически не попасть. К сожалению, в финансовый кризис 2008 года он очень серьезно ударил по «Формуле-1». То есть если в 2000-м году, в 2000-х годах даже «Середняки» и иногда «Аутсайдеры» готовы были взять просто самого талантливого гонщика... И на свои, что называется, его катать. Да, сейчас этого не происходит. Сейчас, например, все считают, что один из самых главных талантов последних лет — это Робин Фрейнс, гонщик, который с Квятом боролся в 2011 году за титул «Формуле-Рено 2.0», в блестящем стиле в 2012-м выиграл мировую серию «Рено», а денег нет, и все. И вот он этот год провел где-то половину гонок в GP2. Что сейчас он будет делать, вообще непонятно. Он мега талантливый, это все знают. А в «Формуле-1» он попасть без денег не может. Тогда я могу перефразировать вас и сказать, что главный талант сейчас в «Формуле-1» — это умение доставать деньги, иметь хороших спонсоров, которые бы помогали и которые продвигали этот талант вперед на трассу. Да, но опять же тут есть градация. Если ты мега талантлив, то, наверное, команда готова взять у тебя условно... Ну, середняк, неплохая команда готова взять тебя, если ты принесешь там 10-15 миллионов долларов или евро. Но речь сейчас, насколько я понимаю, из всех СМИ — это 40 миллионов. Ну, 40 — это конкретно, если мы про Мальдонадо говорим. Просто у него она... Ну, опять же, это неофициальные сведения. Официально обычные контракты никто не разглашает. Но считается, что Мальдонадо может привезти с собой с нефтяной компанией ПДВСА государства венесуэльской порядка 40 миллионов. В принципе, такса все-таки пониже. Но это там может быть 20-30 миллионов. Опять же, чем ниже статус команды, соответственно, меньше она требует. Если берем тот же «Лотус», то это команда, чьи гонщики могут финишировать на подиуме. Понятно, она и потребует от тебя побольше, потому что она тебе даст сильную машину. Если мы говорим про Заубер, это крепкий середняк, но все-таки пониже уровнем. Соответственно, он требовать будет меньше. Если Маруся, то понятно, это аутсайдер еще меньше. Но все равно какие-то существенные деньги. Вот если к слухам про Петрова вернуться, ну, это же из немецких СМИ пошли все эти сообщения. Немецкие СМИ, они где-то раз в год пишут, что «Газпром» и «Сбербанк» начинают кого-то поддерживать. Но пока это ни разу не подтверждалось. Ну, может быть, у них есть на слуху условно главные наши компании. Они где-то услышали, что вроде бы вот этот гонщик намерен вернуться и начинают сами так прикидывать. А вот кто мог бы его поддержать? Но тут вопрос, что нашим компаниям далеко не всегда интересна представленность на международных рынках. Вот даже по тому же, ну, не знаю, по тому же «Газпрома», он будет больше газа продавать от того, что он будет там на переднем антикоррелизаубере, грубо говоря. Мы когда-то разговаривали, у нас в гостях был Данил Муве, он сказал, что на самом деле авторынок вот в плане гоночных серий это просто поле непаханное. И если где-то там в Европе эта тема уже давно всем известна, и все люди с удовольствием идут, потому что аудитория и телеаудитория огромная, то в России ему приходится приходить и чуть ли не с песнями-плясками доказывать, что, ребята, вложите в меня денег, вы потом с этого поимеете хороший куш. Нет, говорит, я пока вот бьюсь головой об стену. Да, это то же самое, в принципе, Петров рассказывал и многие другие, кто пытаются найти деньги. Действительно, очень мало у нас людей знает «Формулу-1», особенно из числа тех, кто принимает решение, собственно говоря, спонсировать или нет. И им очень трудно объяснить, что, словно говоря, 2012 год Петров провел отлично, хоть и не набрал ни одного очка. Это, наверное, в головах у этого человека, у этого главного менеджера, директора не укладывается. Но если мы посмотрим на Петрова относительно опытного напарника Хейки Квалайнина, Петров выглядел хорошо. Петров в итоге занял более высокое место в личном зачете. Он провел сезон фактически безошибочно. Но это очень трудно доказать. Опять же, 2011 год, где Петров начал с подиума, потом результаты начали падать. И вот человек особо не следящий, он скажет, ну вот, там Виталий... Ну, хочется подиума, хочется призов, хочется шампанского на этом предпостале, их нету. Да, и очень трудно объяснить, что проблема абсолютно не в гонщике. Но если конкуренты продолжают обновлять машину, привозят новинки, они работают, а у Lotus такая была машина специфичная, что на начало сезона она была хороша, но ее уровень стабильный остается, а соперники прибавляют, 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 и результаты падают. Это очень сложно объяснить. И к тому же, действительно, автоспорт... Обычно такая вещь, или цепляет, или нет. То есть, как там, половина говорит, что здорово, Формула-1 замечательно, половина машины 60 кругов по кругу ездит. Как это можно смотреть? Ничего интересного, да, лучше посмотреть футбол. Да. Ну, получается, что и тот же Квят, и тот же Сироткин в итоге все равно могут стать заложниками этой финансовой ситуации, оказаться в таком же, в общем, в некотором минусе, в котором оказался Виталий. Если сейчас Тора Росса не требует, по их же словам, с Квята никаких денег, и о спонсорских контрактах речи не идет, то где вероятно, что к следующему сезону или к середине, когда они поймут, что нужно обновлять болид, они скажут, ребят, давайте денег. И что? И где окажется тот же Квят, это где окажется российское представительство? Ну, тут, слава богу, у Тора Росса есть свои спонсоры, плюс есть вливание со стороны Red Bull, то есть они обычно от гонщиков денег не требуют. То есть если ты в программе, ты в программе. Пока ты показываешь результат, вопросов нет. Конечная цель, рано или поздно, что ты должен перейти из второй команды из Тора Росса в Red Bull. То есть, условно говоря, если Квят хорошо проводит два сезона, в Red Bull освобождается вакансия. Ну, условно говоря, Себасян Феттель, как любой гонщик, мечтает уйти в Феррари и рано... Ну, потому что это легенда, он уходит. То вот тут шанс как раз для Квята оказаться в Red Bull, там, условно, в сезоне 2016 года. Но Феттель, несмотря на его ранний возраст, он уже, да, стал человеком-легендой, который четырежды выигрывал. Но он-то юный еще, ему еще хочется. Или уже все, наестся к этому времени за два сезона, скажешь, нет, хочу уже на покой. Пока не похоже, чтобы наелся. Тогда какие шансы у наших, если место не освобождается? Ну, самолюбие Феттеля. Потому что сейчас то, о чем я говорю, что все считают, что, ну, Себ, ты, конечно, молодец, но у тебя лучшая машина, у тебя Эдриан Ньюи, вот этот гениальный конструктор. А ты попробуй, как шумахер, ты попробуй выиграть не на машине Ньюи, а борясь с машинами Ньюи. Ну и опять же считается, что каждый гонщик хочет рано или поздно попасть в Феррари. Ну, потому что это главная легенда. Ну и это новый вызов, и как раз это возможность обрести дополнительных болельщиков. И уйти как раз на пике, потому что очень многие спортсмены не умеют вовремя ходить. А что, мне кажется, если Феттель уйдет, например, в Лотус или в Заубер, это будет новое слово в Формуле 1. Это, конечно, невозможно, но почему бы нет? Ну, разве что помечтать, но добровольно менять команду-победительницу на команду, у которой нет ресурсов, денег, чтобы этой победительнице как раз стать, ну, все-таки сомнительно. Ну, я не знаю, если он в свою карману начнет переплачивать. Вернемся к формульной теме через минутку. Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Сегодня утро среды мы проводим по традиции в спортивном режиме и заглядываем немножечко вперед на сезон Формулы 1 в 2014 году. До окончания нынешнего чемпионата два Гран-при остается США-Бразилия. Там уже все понятно, там Феттель единоличный лидер. А вот что касается следующего сезона, то для российского болельщика он будет весьма и весьма интересным и актуальным. Вполне возможно, мы увидим в составе команды Заубер Сергея Сироткина, в составе команды Тора Росса, нашего 19-летнего гонщика Даниила Квята, увидим мы и заезды Формулы 1 непосредственно в России Гран-при нашей страны, включен в список следующего сезона. В общем, о всем том, что нам еще предстоит увидеть. Сегодня говорим с Евгением Кустовым, редактором Автомота портала Чемпионат.com. Евгений, доброе утро, приветствую вас. Доброе утро. Да, и давайте с вами вернемся к той теме, о которой мы все-таки с вами заговорили до выпуска новостей, и о том, чего в плане финансовом и ожидать нашим пилотам, чего им опасаться и в плане спонсорских денег. Будут, не будут требовать с них денег. И сможет ли кто-то из наших пилотов в следующем сезоне действительно себя проявить как талантливый гонщик на болиде не самого высокого класса? Ну, если сначала сказать про Даниила Квята, то вот он член молодежной программы Red Bull, соответственно, по идее, от него денег не требуют. Но другое дело, если какие-то российские партнеры придут, сказали уже представители Red Bull True Rose, что вот стоило нам объявить, что тут же две компании, ну не то, чтобы там побежали подписывать контракт, но сразу позвонили, поинтересовались, что как, давайте как-то так обсудим, посмотрим, сможем ли мы сотрудничать. Это, безусловно, бонус, но решающего значения он не имеет. Это было прекрасно доказано, когда в конце 2011 года True Rose и Red Bull взяли и уволили Хайми Альгерсуари, хотя считалось, что позиции неизыблемы, потому что там как раз пришла достаточно мощная испанская компания, казалось, ну как же, как же можно уволить. Уволили без лишних размышлений. Собственно, ну не хочется сглазить, не хочется сгущать краски, но проблема для Даниила может быть как раз, если вдруг, не дай бог, он за два года не сможет достаточно себя проявить. Программа очень жесткая. Если ты не показываешь результат, тебя из нее убирают. И вот в этот момент, чтобы остаться в Формуле-1, уже получается, в каком-то другом коллективе, нужно будет как раз искать спонсоров. Но мы-то надеемся, что до этого дела не дойдет. Даня хорошо проедет. Ну, наверное, начало. Когда новичок приходит в Формуле-1, ожидать, что все будет моментально гладко, ну это такой идеальный и очень редкий сценарий. Это случай, ну, Турайканина нечто похожее было. Ну, мы сейчас про Сироткина скажем и заобер отдельно. Но, в общем, идеальный такой сценарий, это, наверное, Льюис Хэмилтон. Он сразу в топ-команде Макларни оказался. Чуть первый же год не стал чемпионом. Но тогда были другие условия. Тогда было огромное количество тестов разрешено. Соответственно, он мог познакомиться со всей... Ну, он всю жизнь рос в Макларене. Он провел огромное количество испытаний. Он пришел, скажем так, более подготовленным. У нынешней молодежи такой возможности нет. У них там, ну вот, тесты на старой машине. Там, условно, дней 15 сколько будет, не знаю, у Сироткина, у Квята. Плюс дней 6 перед стартом сезона. 6 дней. Все. И тебя кидают в бой. Но есть шансы у того же Квята хотя бы на один подиум в следующем сезоне? Я понимаю, что мы далеко заглядываем вперед. Но, тем не менее, очень хочется. В теории, возможно, все. Но, тем более, следующий сезон... Вот если бы сильно правила не менялись, я бы сказал, что шансов нет. Но в следующем году у нас очень сильно правила меняются. В плане? Потому что, в первую очередь, у нас появляются новые моторы. Турбомоторы V6 вместо нынешних 8-цилиндровых. Сейчас объем 2,4 литра будет 1,6. Соответственно, вокруг них совсем по-новому выстраивается машина. То есть, если сейчас есть возможность у того же New и Red Bull. Каждый год условно, ну не то чтобы дорабатывать проект, но самые важные идеи, детали ты можешь с собой с года в год привносить, прогрессировать, оставаться впереди. Поэтому порядок более-менее устоявшийся. Там не то чтобы с чистого листа, но близко к этому все начинают. Соответственно, есть шанс на сюрпризы, что кто-то найдет какую-то мега-идею, как было при введении нынешнего регламента в 2009 году. Так называемые двойные диффузоры появились. То есть, кто их сразу внедрил, тот вперед и вырвался. Есть Торо Россо, у которых очень хороший технический директор Джеймс Ки. Достаточно неплохая база. Опять же, помощь Red Bull, потому что наконец-то со следующего года у двух команд будут одинаковые моторы. То есть, больше возможностей для взаимодействия. Нельзя клиентские машины использовать, точно такие же, только ряд узлов. Но тем не менее, если Торо Россо вот эту вот какую-то золотую жилу найдет, то в теории все возможно. То же самое, в принципе, и про Заубер, у которого очень хорошая база, оставшаяся в наследстве от времен, когда они сотрудничали вместе, сотрудничали с BMW. У Заубера похуже с деньгами вот в этом сложность. Потому что чем больше денег, соответственно, тем больше разных идей ты можешь разработать, проверить, испытать и так далее. Все равно деньги правят миром так или иначе в Формуле 1. Я, может быть, сейчас, Женя, вас спрошу совершенно по-девчачьи и непрофессионально, но есть же еще Маруся, российская команда. Почему бы российской команде не сакцентировать свое внимание на приглашении российских пилотов? Понятно, что мы не боремся за подиум. Понятно, что Маруся команда начинающая, и никаких амбициозных задач перед собой она не ставит. Так почему бы не стать стартовой тестовой площадкой для российских пилотов? Ну, потому что Марусе тоже нужны деньги, которых, ну, вот опять вопрос о деньгах. Как только в Москву, в Россию приезжают руководители Маруси, естественно, каждый раз у них спрашивают, ну, что же вы, почему вы не взяли там несколько лет назад Алешина? Почему вы сейчас не берете Петрова? Почему вы там еще кого-то не берете? Они все время говорят, ну, российский пилот — это хорошо, но нас и нынешние устраивают. Ну, в общем, политкорректные ответы начинаются. Они готовы взять российского пилота, может быть, условно говоря, с какой-то скидкой за национальность, но все равно с деньгами. И, то есть, даже тому же Виталию Петрову. Ну, еще путь в Марусию, ну, мы не знаем, как в следующем году Маруси будет смотреться. Опять же, новый регламент — это шанс наконец-то догнать середняков, потому что пока эти новые команды, и Каттерхэм и Маруси, про них шутят, что уникально. Четыре сезона, и они набрали равное количество очков. Ну, то есть ноль. Ноль, да. Вот. В следующий сезон шансы выше у них догнать середняков, но все-таки, если из них двух выбирать, у Каттерхэма шансы выше, потому что денег больше, база современнее, какие-то спонсоры есть. У Маруси все равно самый маленький бюджет в чемпионате. Ну, все равно не могут во что-то попасть и продвинуться вперед. Но в этом случае Квяту повезло несказанно, потому что человек действительно доказал, что он хороший пилот, что он в будущем наверняка будет хорошим гонщиком Формулы-1, и с него не требуют никаких денег. Ни в венесуэльских долларах, ни в российских рублях. Это уникальный случай. Действительно ли Квят настолько хорош? Настолько вот он силен и настолько перспективно потенциален? Ну, Даниил — это действительно один из самых перспективных пилотов даже не в России, наверное, а в мире. Но всегда же судим всех по результатам. Есть стандартный достаточно путь Формулы-1, ну, там две параллельные такие дороги. Есть мировая серия Рено, где Формула Рено 2.0, потом Формула Рено 3.5 литра. Либо серии, которые максимально приближены к Формуле, в том плане, что в один уикенд с гонками Формулы-1 проходит, GP3, а потом GP2. Вот Квят Формуле-Рено 2.0 стал вице-чемпионом. Сейчас перешел GP3, выиграл титул. Соответственно, он боролся против одних из самых перспективных гонщиков, оказался лучшим. До этого он сражался на равных Формуле-Рено 2.0 вот с Фрейнсом, про которую сказал несчастный Фрейнс, голландец, у которого нет спонсоров, хотя потенциал очевиден для всех. И боролся с Стофелем Вандорном, который в этом году в мировой серии Рено стал вице-чемпионом и тоже считается одним из самых перспективных. И вот Квят на их уровне. То есть он входит, ну, грубо говоря, ну, наверное, в топ-10 точно перспективной молодежи, может быть, даже в топ-5. То есть он действительно это... Хорош. Да, он действительно хорош. И относительно него как раз у всех сомнений, вот то, что там Баттон говорил и так далее, вопросы по возрасту, а по потенциалу вопросов, в принципе, нет. Все согласны, что Даниил перспективен, и он за дело попадает в Формулу-1. Но, может быть, риноват. Вот был сюжет, я уже не помню, какой канал показывал, но это неважно, как раз в церемонии вручения наград на GP3, когда тот же Квят получил, приз Уэбер там вручал, если я не ошибаюсь, в том числе награды. И прозвучала мысль о том, что вполне возможно, что вот команда Russian Team, которая там... Russian Time, да, по-моему? Russian Time. Russian Time, да. Она, вполне возможно, через несколько сезонов заявится в Формулу-1. Насколько это перспективно и реально? Ну, я присутствовал при этом заявлении. Скажем так, там задан был вопрос главе нашей команды Russian Time и Игоря Мазепи, что они рассматривают для себя возможность когда-то оказаться в Формуле-1. Но он ответил в том плане, что плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ну, понятно. То есть это не речь идет о том, что вот прям завтра мы все бросаем и... Ну, а зачем такая авантюра? Ну, другое дело, если Russian Time на протяжении, не знаю, трех сезонов подряд будет выигрывать GP2 и GP3, если у них будут надежные партнеры, если будет какая-то реальная перспектива занять то же место, или, я не знаю, каким-то образом объединиться с Марусей. Но, правда, у Russian Time у нее там сейчас связи достаточно серьезные с Вильямсом, такие дружеские отношения. То есть не то, что планы сиюминутные куда-то продвинуться, но если для этого будут основания, то почему нет? Поступательно расти, может быть, да? Да, но тут нет смысла бежать впереди паровоза, и прекрасно сам Игорь Мазепа это понимает. Просто постепенно двигаться вперед. Пока команда только дебютировала GP2, а сходу смогла взять титул. Сейчас вот у нее появляется GP3 команда, ну, вот этой младшей серии, где Квят выиграл. То есть вот пока так. Не надо совсем уж быстро торопиться. Я думаю, ну, еще сезона 2 Russian Time будет именно на таком молодежном уровне. А дальше уже можно смотреть. А там, может, и Маруся подтянется. Хотя вот надо сказать, что все были приятно удивлены, когда на последнем этапе в Абадабе увидели, что у Russian Time появился новый крупный партнер. RGD на боковых понтонах. Огромные логотипы. Ну, вот еще бы таких нескольких партнеров. И, наверное, можно уже мечтать о Формуле 1. Женя, вот мы с вами тоже неоднократно сегодня даже за нашу программу упомянули эту фамилию. И когда читаешь так или иначе новости, связанные с миром авто и мотоспорта, все время упоминается фамилия Михаила Алешина. Но этот человек, который, к сожалению, пока в числе возможных претендентов на участие в Формуле не засветился. Хотя, как мне кажется, даже при перспективности Квята у него шансов ничуть не меньше. Ну, с Михаилом та же история. Опять мы возвращаемся к вопросу о деньгах. Да. Он же выиграл мировую серию Renault 3.5 в 2010 году. То есть достижения, которые показывают, что человек квалифицирован, человек готов к Формуле 1. Михаила готовы были взять команды, готовы были взять, скажем так, со скидкой как раз за достижения. То, о чем я говорил. Чем больше ты добился, тем меньше тебе надо принести, но принести надо. А денег не было. А сейчас, может быть, время уже несколько ушло. Чем больше твоих соотечественников в Формуле 1, тем труднее тебе найти спонсор. Потому что спонсоров не так много. Готовы ходить в автоспорт. Крупные очень. Да. И если раньше, опять же, можно было сказать, ну, ребята, я буду единственным нашим, то сейчас, в том числе, почему приход Квята и вероятный приход Сироткина, он бьет в том числе по Виталию Петрову. Сам Виталий говорит, что не бьет, но мне кажется, все-таки, ну, труднее немножко общаться. Трое русских — это перебор. Да. Но, правда, все равно Виталия того же есть аргумент логичный, что я опытный, я могу сходу вам дать результат на том же Гран-при России. А Квят и Сироткин, они новички. У них первый год. Но будет, собственно, такой же, как и Петрова первый год в «Формуле-1». Будет противоречивый, наверняка будут какие-то ошибки. Вот с Михаилом, но у него, к сожалению, последние два сезона мировой серии «Рено» не задались. В большей части по вине Каманзе, который он выступал, чем по вине гонщика. Но если человек сначала титул выиграл, не мог он разучиться. Автоспорт, согласитесь, это тот вид, когда не только от тебя все зависит. У тебя хорошая машина, хороший болид, ты чемпион. Нет, увы, ты где-то... Это то, о чем вы говорили вначале. Если к Вяту сказали, приходи сейчас в «Формуле», нечего отказываться. Нужно, да, всему свое время. Конечно. Но вернемся к формульным делам через минутку. Точная столичная 11.49. Сегодня говорим о российском десанте в «Формуле-1». Наш гость, эксперт портала «Чемпионат.ком» Евгений Кустов. Жень, мы с вами поговорили про отдельные персоналии, про то, что мы ждем в следующем сезоне от наших пилотов. Но мы с вами чуть-чуть упустили. Самое главное для тех, кто живет непосредственно в России, о гран-при нашей страны. И впервые за многолетнюю историю королевских гонок можно будет взять билет до Сочи, отправиться и посмотреть, как проходят непосредственно соревнования, заезды, тесты. В общем, все то, ради чего мы можем иногда с утра рано встать или поздно лечь, посмотреть по телеку, можно увидеть вживую. Да, действительно, уже подтверждено, что гран-при России будет в следующем сезоне. 19 октября, по-моему. Там перенесли. Там изначально они планировали на 17-19 октября. Потом, согласно новому проекту календаря, утвержденному Всемирным Советом ФИАП автоспорту, должны с 3 по 5 октября провести. Но организаторы сказали, что ничего страшного. В общем, эти две недели не приведут к тому, что у нас будет недостроенная трасса, потому что, как всегда, чуть-чуть не хватило времени. Все будет нормально. Но опять же, и эта дата, на данный момент она такая, но еще может опять расписание в теории поменяться. Потому что сейчас в календаре Формулы-1-22 гран-при не исключено, что этапы в Нью-Джерси и Мексике в итоге уберут, после этого чуть-чуть переформатируют. Но, скорее всего, третья-пятая так и останется. Но это ведь на самом деле событие достаточно большого масштаба, потому что действительно это очень рейтингово, потому что это очень зрелищно, потому что это очень любимо болельщиками. Это ведь не только возможность для россиян приехать, это ведь и наверняка истинные фанаты Формулы приедут и в Сочи. Да, конечно, можно ожидать, что там из Европы люди приедут, ну и из каких-то близких к нам стран приедут. Но все-таки, наверное, большинство это россияне, потому что европейцам своих этапов хватает. Ну, понятно, самые сумасшедшие, которые ездят на все гонки, ну, они в Россию, безусловно, приедут. Но я так понимаю, что все-таки упор будет сделан на российских болельщиков, и важно их завлечь. И тут, может быть, главный вопрос. Я почти уверен, что в первый год с посещаемостью вопросов проблем вопросов не возникнет. Главное, вот этим первым годом все так показать, чтобы через год все вернулись. Это проблема, собственно, всех новых гран-при. Что вживую первый раз увидеть диковинку, что мы ждали гран-при сто лет. Вот, наконец-то, гран-при будет. И, собственно, главная задача организаторов, они прекрасно это понимают, чтобы... Через сезон народ не сказал, да, видел я ваши гран-при. Чтобы гран-при 2015 года тоже был успешным в плане зрительского интереса. Но это в том числе зависит от показателей наших гонщиков. То есть, понятно, если по ходу 2014-2015 года условно Квят, Сероткин будут в очках, ну, может быть, там какие-то редкие подиумы, может быть, Петров вернется и тоже успешно, то на фоне этого... Идеалистические Евгении у нас в гостях. Ну, это не то, чтобы только от этого будет зависеть посещаемость, но, безусловно, как в Испании. Там раньше Формула-1, ну, так, MotoGP — это все, это супер. Формула-1, ну, да, там, придем в Барселону, но болельщиков все существенно меньше. Как поехал Алонсо, полные трибуны, даже второй этап проводили в Валенсии. Ну, правда, странные... Там же в Барселоне, да, по-моему, в этом году? Да. Ну, собственно, теперь опять только Барселоне остается, потому что в Валенсии была странная трасса. Ну, удобно добираться, что в городе, но уличная, значит, неинтересная. Построили где-то в порту, думали оживить этот район города, в итоге ни черта не получилось. Все как обычно, благими намерениями. Что касается российская сочинская трасса, вы, я знаю, тут мы за кадром поговорили, ее видели, видели совсем недавно, в каком она состоянии, какая она по конструкции, чего от нее ждать и пилотам, и болельщикам, насколько она интересная? Ну, во-первых, могу всех успокоить, что строительство идет по плану, и трасса будет готова, что ничего страшного не происходит. Там, по-моему, заасфальтировано уже 70% круга, но трасса проходит, как все знают, по территории Олимпийского парка. То есть большая часть трассы будет в том числе использоваться и во время Олимпиады, ну, собственно, не как гоночный трек, а там будут ходить люди, где-то там ездят машины и так далее. Самое главное, получается, это достроить помещение в районе стартовой прямой, питбилдинг, так называемый, где на первом этаже бокс, и дальше пресс-центр, предложат для почетных гостей и так далее. Что называется инфраструктура? В конструкциях это готово. Что касается главной трибуны огромной, то там строился верхний ярус, готовились делать крышу. Тоже, в общем-то, проблем особых нет, тем более сроки достаточно жесткие поставлены. Там на первом этаже главной трибуны будет выставка во время Олимпиады, выставка российских регионов. Так что там даже хорошо, что Олимпиада будет, она некий дедлайн поставила, и так или иначе надо успеть. Поэтому с инфраструктурой все более-менее в порядке. А не убьют за эти полгода между окончанием Олимпиады в марте и началом Гран-при России в октябре вот эту трассу? Мы же можем. У нас все легко. Можем. Но нет, там на самом деле нормально будет. Там на время... Ну, во-первых, самый верхний слой асфальта не будет уложен. Он специфически как раз под формульные болиды разработан. Его пока нет смысла никакого укладывать. Это первое. Во-вторых, насколько я помню, были планы вообще заложить трассу плиткой на время Олимпиады, чтобы там удобно было ходить. Потом, соответственно, плитку... А она не продавит, вот это покрытие на котором? Ну, вроде все продумано там, чтобы все нормально будет. Мы будем инженерные тонкости давать. Да, то есть там... Нет, все нормально. Уложат третий слой асфальта, все будет в порядке. А что касается интересности трассы, ну, тут есть свои проблемы, что она была встроена в уже сформировавшийся проект Олимпийского парка. И всегда, вольно-невольно, уличные автодромы, они не такие интересные, как трассы, которые можно построить в чистом поле. Опять же, это низменность, нет перепада высот. Всегда гонщикам очень нравится, когда резкий подъем, спуск, слепой поворот и так далее. Где можно проявить свое мастерство. Да, да. Тут в этом плане попроще, но для болельщиков что самое главное? Чтобы были места для обгонов. Если места для обгонов есть, трасса хорошая. Я надеюсь, что хотя бы одно место для обгонов, то есть где будет постоянная борьба, на трассе будет. Там после старта прямой очень-очень-очень длинный разгон, потом очень резкий поворот, вот там есть шанс. Там, собственно, когда группа журналистов ездила на трассу, с нами Виталий Петров ездил, и он говорил, ох, какой тут замес на старте будет, потому что долго-долго-долго все будут разгоняться, и потом достаточно узкий поворот, он говорит, вот тут будет. Будет на что посмотреть. Это единственное место. То есть интерес трассы, так скажем, не очень высок. Не, ну там, например, дальше будет очень интересный, очень затяжной поворот. Наверное, он гонщикам понравится. Другое дело, что после него обогнать практически невозможно, потому что это быстрое место в быстром таком повороте. Очень нелегко держаться прямо за другой машиной, соответственно, не получится потом пойти в атаку. Но если там у того, кто впереди, шины совершенно изношенные, сзади новые, тогда все возможно. То есть может быть, пилотам вот это место должно понравиться. И еще отличительная особенность трассы, она будет очень быстрая. Об этом и проектировщик Герман Тильке говорит. С чем это связано? Ну вот как раз много прямых участков, несмотря на уличный характер. Это достаточно нетипично. Но там хватает прямых, достаточно скоростные повороты. Вот такая отличительная особенность. Ну и плюс там, ну вот этот поворот Омега на скорости, по-моему, за 250 километров все время поворачиваешь налево, доворачиваешь руль. По словам того же Петрова, место очень интересное и сложное. То есть это должно гонщикам понравиться. Они сложные места любят. А если говорить не о гонщиках, а о нас с вами, болельщиках, насколько там удобно понаблюдать за соревнованиями, насколько там все выстроено для простого зрителя, который приедет, например, из Новосибирска посмотреть на того же Петрова? Ну вот там самое главное, это огромная главная трибуна, рассчитанная, по-моему, на 20 тысяч мест и так далее. А какой охват трассы она дает? Сколько я вижу из этого кусочка трассы? Ну, по идее, выход из последнего поворота, вся стартовая прямая, ну и еще долго можно смотреть вперед, как там болиды уносятся вдаль. Ну вот это самый интересный поворот, про который вы говорите и про который... Ну, наверное, можно увидеть, хотя не факт все-таки. Но, в принципе, это очень редко можно встретить трассу, где с одной трибуны можно увидеть, ну, даже не целый круг, а хотя бы какую-то большую часть. Все равно надо выбирать, ну, вот это, наверное, самое интересное место, потому что ты старт видишь, ты видишь пидстопы, ты видишь работу команд в боксах, плюс, наверное, ну, до конца не ясно, как бы вот расположены дальше трибуны, но вот интересно как раз место перед этим поворотом. А в плане транспортной доступности там как раз, получается, рядом с главной трибунной железнодорожная станция, то есть вот достаточно удобно будет добраться. Я, к своему стыду, никогда не была на гонках, на ни одном гран-при, понятия не имею про цены на билеты. Сколько стоит поехать, просто посмотреть, зайти на трибуну болельщиков? Ну, вот пока еще официально цены не называли. Ну, порядок хотя бы, понятное дело, что мы не говорим о точных цифрах. Доступно ли это, скажем так, для простого болельщика, для зрителя? То есть речь идет там, например, о тысяче рублей или о 15? Ну, вторая цена, наверное, все-таки ближе к реальности, если мы говорим о билете на весь гоночный уикенд. Ну, плюс разные есть места, есть с нормальными сидениями. Может быть, там будут места, но хотя вот в Сочи все-таки вряд ли на некоторых трассах продают условно место на холм. Но он удобно расположен, с него тоже можно смотреть. Не знаю, будет ли такое в Сочи, но все-таки нет. Ну, за тысячу рублей, конечно, не получится посмотреть. Формула достаточно такой дорогой в этом плане вид спорта. Денежно емкий. То есть это не только нужно принести пилоту с собой денег для того, чтобы попасть в число призовых гонщиков, но еще и принести болельщику денег для того, чтобы просто посмотреть, как это все происходит. Да, да. Ну, опять же, надо закладывать, наверное, какие-то деньги, что наверняка захочется купить атрибутику. Всегда на трассах, ну, и у нас в том числе будут, соответственно, огромные палатки, ну, даже не палатки, стенды. У ведущих команд отдельные стенды, у тех, кто попроще, объединенные такие стенды. Ну, да, еще нужно, конечно, с собой привести, тут вопросов нет. Я тогда, Жень, на этом с вами вынуждена распрощаться, поблагодарить вас за то, что вы нам все разъяснили, и по поводу денег в первую очередь. Это, в общем, достаточно грустно, с другой стороны, что нужно их очень много, чтобы либо посмотреть, либо стать пилотом. Но, с другой стороны, только хорошее требует хороших денег, согласитесь. Да, это безусловно. Ну, и будем болеть за наших, сколько бы их там ни было в сезоне 2014 года, а пока поздравляем Себастьяна Феттеля с четвертым титулом. Спасибо, болеем за наших. Спасибо.